здравствуйте на канале это он тв программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин со мной студии мои коллеги журналисты павел маргулян здравствуйте и марк горин здравствуйте говорит мы будем практически нашей профессиональной деятельности точнее ну все что связано с ней можно сказать даже свободе слова и чем она ограничивается достаточно демократичным говорю совершенно искренне государстве израиль дело в том что в последнее время в нашей стране стали усиленно говорить о том что катарская телекомпания аль-джазира которая имеет свой корпункт в израиле должна быть закрыта по этому поводу выступил министр связи высказал претензии сказал конкретно что она должна быть закрыта по его мнению высказывался на тему и глава правительства не раз и вот появился появилась можно сказать первая ласточка хотя это все не связано дело в том что лишён аккредитации точнее в процессе лишения аккредитации находится журналист аль-джазиры в израиле он гражданин израиля палестинец или ас тером хотя иногда пишут alias haram я не знаю даже как точно назвать я видел разные написания на русском языке так вот возник вопрос о лишении его аккредитации связи с интервью которое он дал одной из арабских тоже телекомпаний в которых он заявил что как палестинский журналист а он считается палестинским журналистом он считает что его журналистская деятельность является частью сопротивления которое ведет его народ ну вот можно так перевести наверное его высказывание вот за это высказывание его собираются лишить аккредитации коллеги ваше отношение к это пожалуйста потому что много споров вокруг этого я сразу забегая вперед скажу что социально журналистов израиля обратилась в правительственное приз-бюро с просьбой отменить это решение павел пожалуйста но во первых я хотел бы уточнить последовательность высказываю после по поводу аль-джазиры высказали министр связи имени с и премьер-министр сначала об этом сказал премьер-министр а можно не сказал была запись его в твиттере он сказал что он будет действовать для закрытия аль-джазира в израиль а потом это же позицию подтвердил министр связи который был назначен премьер-министром на этот пост чтобы было понятно так следует давайте сейчас мы начнем сначала по поводу аккредитации значит по поводу аккредитации я по поводу аккредитации так как это не первый раз попытки у нас делаются лишить аккредитации когда-то спросил одного из сотрудников правительственного пресс-бюро который и дает эту аккредитацию иностранным журналистам были у вас когда-нибудь случай лишения аккредитации они сказали нет спросил почему они говорят потому что шума и возни после этого будет больше чем пользы от лишения аккредитации какого-либо журналиста поэтому не хотим с ними связываться значит по поводу аль-джазиры сейчас уже как бы лишение состоялось она еще не состоялась механизм запущен там будет то что называется слушание но у него этого журналиста будет возможность прийти и высказать свою позицию да значит лишать журналиста можно когда для этого есть какое-то законное основание значит вот это высказывание его что он рассматривает а он кстати журналист из нацерта он израильский араб она граничит с превышением закона и на основании этого возможно его можно лишить аккредитации причем надо сказать что пресс-бюро говорит что это никак не связано с заявлениями о лишении аккредитации в селе аль-джазиры заявление министра связи аюба кара просто человек сказал на основании того что он сказал есть возможность лишить его до лишения аккредитации всей телекомпании аль-джазира здесь очень далеко я практически уверен что этого не состоится если они не будут нарушать законы хорошо к самой аль-джазире мы еще вернемся марк ваше отношение по поводу вообще лишения аккредитации этого журналиста связи с тем что он сказал я то хочу уточнить что это интервью которое он дал было сделано в шестнадцатом году еще не в шестнадцатом же веке шестнадцатый год прошлый год значит человек который это заявил он себе поставил на мой взгляд я еще в том время суд отдал пятьдесят лет почти он бы себя поставил вне журналистики в характере журналистов записано если память неведомно не обращался примерно так что обязанность журналиста это сообщать информацию сообщать правдивую информацию значит другое дело что я тебя перебью а сообщать информационный журналист но есть много журналистов которые политологи публицисты которые обобщают некий фактаж и на этом на основе этого высказывает свое мнение порой очень резкая это абсолютно не за это убедительно и для кого-то нет они не сидят в израиле я сейчас говорю вообще я ей я с тобой согласен это правда любое самое резкое мнение у тебя попал сегодня данный факт ты его сообщил обобщил его с другими фактами на этой основе сделал общение какое угодно сколько угодно резкое но ты сообщил факт ты служишь предоставлению информации дальше ты можешь вообще как угодно там есть свои так сказать законы сперва факт потом комментарии так далее он заранее сообщает о своей ангажированности своей позиции по сути дела в подборе фактов другое дело если бы он сказал дезавуировал то заявление связи с приходом на эту должность в израиль так сказать с опорами как там частью корреспондентского коллектива что да я тогда высказывался я прикажу на новую работу у меня новые обязанности я буду теперь по другому это тогда у меня были другие обязанности в тех обязанностях я по-другому смотрел на эти вещи если бы он так сказал я бы наверное и оценив бы ситуацию по-другому поскольку он не дезавуировал то заявление то такого человека если бы я сидел неважно в этой стране или другой стране я бы находился в качестве так сказать чиновника который я бы тоже не его я был пусть не придел бы на работу в редакцию за исключением пропагандистского какого-то органа у меня один вопрос если возможность есть вы захотите вы тоже можете на него отреагировать но просто в русле того что чтобы сразу было понятно что я так сказать что я против того чтобы чтобы в данном случае я здесь за и так чтобы и так человек заявил что он считает как палестинец не имеющий в данном случае палестинец считает себя частью сопротивления он-то заявил что он считает себя и свою журналистскую деятельность не кажется ли вам обоим что мало этого его заявления что для того чтобы лишить его аккредитации может быть нужно было бы найти подтверждение в его репортаже его материалах того что он сказал что и конкретно что его материалы искажены что они не соответствуют действительности что они наполнены пропагандой что они являют это там идет явная подтасовка фактов и так далее что одного его заявления достаточно ваше мнение поэтому мне достаточно заявления хотя бы не против наличие творческого времени и совместа рабочих задач профессиональных журналистских если бы кто-то этим занялся и прочесть об этом мне было это было бы любопытно но мне достаточно смотрите я попытаюсь зайти с позиции обеих сторон значит сказав это возможно журналист имел ввиду что объективные репортажи из того что здесь происходит помогают палестинскому народу в борьбе за свою независимость извини ради бога и сказал давайте будем искать с того что он не то что он думал я объясняю но он употреблял еврейское слово этнагдут да это слово ассоциируется с прямым девизом хамаса хамас говорит что только этнагдут то только сопротивление вооруженные поможет избавиться нам от сионистских оккупантов и мы имеем полное право считать что он солидаризируется именно с таким видом вооруженной борьбы но я согласен с вами с тем что только этого предложения возможно будет достаточно правительственному пресс берет для того чтобы лишить его аккредитации но явно будет недостаточно суду если журналист туда обратить я прошу прощения я хочу чтобы сразу было понятно я вообще человек далеко не правы тем более не радикально правых вообще я уже в том возник это читаю читаю в очках но для слова сопротивления я бы предпочел увидеть не через линзы очков через снайперский прицел в данном контексте хорошо это уже другая тема давайте пойдем дальше по поводу самуэль джазиры не первый раз возникает вопрос о том что ее необходимо закрыть имеется ввиду деятельность в израиле как мы уже здесь говорили об этом в свое время заявил относительно недавно бенемин ты ньягу он даже сказал вернее сделал запись на своей странице фейсбука фейсбука о том что он обращался в правоохранительные органы с требованием закрыть офис аль джазиры и намерен провести необходимые законы которые позволил убрать аль джазиру из израиля и так здесь возникает тот же вопрос а за что хотят убрать аль джазиру из израиля потому что она рассказывает то что нам не нравится она подтасовывает опять таки факты просто насколько я знаю еще ни разу я в случае не нашел готовить к этой программе никаких фактов о том чтобы против не подавали в суд за то что она выдала недостоверную информацию и подтасовала факты и так далее есть идеологическая сторона этой темы так поэтому мой вопрос как вам кажется а собственно почему хотят закрыть этот корпус пожалуйста я готова искать свое мнение вот я хорошо что воправил себя потому что когда ты сказал за что а потом сказал почему я хотел сказать не за что а почему ее изгоняют не за что а почему а потому что премьер министра на мой взгляд ищет просто очередные популистские очки свои крутисты какой он крутой он это те же металловые искатели только в соответствующей сфере понятно но я напомню что вот эти высказанные последние на таньягу были сказано во время конфликта связано с храмовой горой и здесь да он пытался заработать какие-то себе очки и тогда было сказано на эту тему как говорили я считаю что у нас нет возможности закрыть аль джазиру потому что они пойдут в суд и суд скажет дать нам доказательства того что они работают против государства израиль естественно каждая сми занимает ту или иную позицию естественно какую позицию занимает аль джазира работающая в катаре который обвиняет поддержки хамаса и так далее там подобное как она освещает но для того чтобы закрыть сми сми должно нарушать закон а это не закрыть сми это не зарегистрировано сми это корпункт корпункта лишить их аккредитации это лишить возможности появляться во всех горячих точках и не будут туда пускать без журналистских удостоверений секундочку но у нас допу я специально проверял насколько я сумел выяснить допустим в том же катаре нет корпункта второго канала израильского телевидения потому что доступ израильским журналистам в эту страну закрыт мы пользуемся услугами пользуемся услугами американских журналистов других как и во многих других арабских странах так извините меня почему тогда там можно вернее здесь можно а там нельзя но потому что нас не надо сравнивать с катаром потому что мы демократическое государство они нет а мы не хороший довод марк пожалуйста в тот момент если бы в тот момент когда предложили сюда привезти пригласить альже представительство альжазира если в этот момент наш прискал ребята давайте нам прийти от начала ходите уважаемые товарищи катар сходите к нам альжазиру нет проблем у вас открывается капу второго канала это было бы правильной позиции я бы ее поддержал но поскольку альжазира здесь работает то на мой взгляд поэтому вопрос о том есть там второй канал это становится другим вопросом в тот момент это был один вопрос теперь другой вопрос альжазира здесь работает ее закрытие на мой взгляд это вредно нашему интересам нашего общества потому что закрытие альжазиры это это неправильно ты сам говоришь что не за что почему и непонятно это довозят исключительно популистские интересы это наносит ущерб нашему авторитету наносит свободе слова наносит нам не нравится то что они говорят давайте с этим работать это другой вопрос закрытие вот такой акт закрытия кроме того если ты его запретит высшая суд справедливости потом разрешили мы опять потеряем лицо просто наш премьер-министр интересам общества предпочитает свои предвыборные электоральные интересы поэтому он также рекомендует альжазиры которые были вредны идет зритель за день которые тоже вредно государству такой вопрос претензий к альжазире звучит то что она занимается можно пересекать подстрекательской деятельностью против израиля и израильтян в ответ арабские журналисты которые сейчас много пишут на эту тему по поводу альжазира этой истории в израиле о возможном лишении аккредитации говорят тогда можно взять любую передачу в период каких-то обострений острых ситуаций на израильских телеканалах где в отношении арабов говорится гораздо много более худших вещей чем говорится на канале альжазира об израильтянах согласитесь с этим доводом поделать это все словесные перепалки еще раз я говорю нету на мой взгляд юридических оснований для лишения альжазир вот это не сказал что он пройдет в кресте закон который позволит закрывать тогда да я хотел бы видеть этот закон это не будет эльжазир это общий закон так сказать касающийся сми но я хотел бы видеть что он внесет какие пункты в этом закон который позволит закрывать корпункт телевидения не нарушающего израильские законы насколько я понимаю яте и я поэтому очень сомневаюсь я согласен с тем что это было популистское заявление не зря министр связи да простите обратился в правительственное бюро с требованием закрыть альжазируса то есть не он сам инициировал не предоставил какие-то факты и документы на основании которых можно он перебросил этот горячий пирожок туда к ницаву хэну хэну который возглавляет пресс бюро и сказал вот вы лишаете альжазиру на основании чего лишать вот они поймали одного журналиста за его высказывания которые его сделаны несколько месяцев и сейчас попытаются его лишить это я хочу посмотреть как это будет выглядеть хорошо мы говорим на основании чего действительно наверное я не знаю если юридические рычаги для решения этой проблемы очевидно нет я с вами согласен но тем не менее а собственно говоря если мы действительно считаем что аль джазира является неким ну извините за такую громкость подрывным элементом на нашей территории то зачем мы должны его терпеть можно сейчас привести несколько примеров последнего времени когда в европейских странах были приняты соответствующие законы против российских телекомпаний точнее одной российской телекомпании всем известной и одного информационного агентства где которые посчитали что их деятельность наносит ущерб этим странам смотрите по поводу подрывной деятельности я только не хочу на эти слова используют как юридический термин у нас у нас есть хороший пример того как у нас человека могут посадить за подрыв на самом деле за подрубную деятельность зовут этого человека раят салах руководитель северного крыла исламского движения которое во первых сделали вне закона а который за подстрекательство уже сидел в тюрьме сейчас опять его арестовали за он находится под административным арестом за подстрекательские высказывания то есть он нарушил закон если аль джазира будет делать то же самое значит будет основание для принятия мер к этой телекомпании но мы о них не слышим мы слышим только общие фразы вот когда нам подадут фрагменты репортажей которые идут на те она аль джазира которые можно рассматривать юридически как подстрекательские документы тогда тогда будут основания последний вопрос марк и уже ли нам такой закон предпоследнего я этого это принципиально мне не нравится многое из того что делают российские телеканал и у тем более то что делает аль джазира в принципе против того чтобы решали корпус не конкретного человека другое дело он каждый сам по себе может он очень хулиганит на улице лишали аккредитации представительства мне это не нравится я в этой студии вот тогда когда я принимали эти законы в поводу российский канал об этом говорил специально то есть если эти сми занимаются откровенным подстрекательством откровенным враньем откровенной подтасовкой фактов и это доказано на основании этих доказательств были приняты соответствующие законодательные акты которые позволяли закрывать эти корпункты то делать этого не надо было это вредило свободе печати сложный вопрос я думаю что на это надо изучать в каждом конкретном случае тогда последний вопрос тогда последний вопрос считаете ли вы что в израиле нужен такой закон который позволял бы вот в таких спорных ситуациях принимать решения уже на основе законов или же этот закон потенциально может навредить свободе печати я считаю что здесь вреда будет больше чем пользы от такого закона мы справлялись до сих пор без такого закона сам факт того что здесь корпункта аджазира говорит о том что израилю нечего скрывать что мы не врем в своих информациях на зарубежную аудиторию в том числе и я считаю что нет смысла особенно в век интернета и социальных сетей любая информация попадет ко всем в течение одних суток и поэтому нет смысла принимать какие-то меры интернет вообще не предполагает каким-то законом я хотел бы сказать что вот и говорится занимается враньем и подстрекательством это совершенно разные вещи за вранье журналисты может уверить уволить только его редакция за подстрекательство его можно посадить в тюрьму я с пашей согласен и в заключение хочу сказать чем вот заниматься тем чтобы чего-то там закрывать лучше бы наша любимая страна не закрывала а открыла бы информационное государство информационное агентство тема другого разговора без дела нам очень плохо без дела на тебя другого безусловно коллеги спасибо за этот обмен мнениями напомню что со мной в студии были журналисты павел маргулян и маргорин всего доброго